Здравствуйте, одиннадцатиклассники! Сегодня мы продолжаем раздел «Показатель развития общества, экологии, биоресурсы». Тему урока Михаил Александрович Дудин «Всё дарю, всё доброе приемлю». Цели нашего урока – понять скрытый смысл текстов, определяя позицию автора, использовать неполные предложения. Эпиграфом к нашему уроку мы взяли слова Михаила Дудина «Берегите чудо, песен, городов и весей, мрак глубин и волю поднебесий». Ребята, на предыдущих уроках мы уже познакомились с лирическим текстом. А теперь прослушайте вопрос. Как вы думаете, на сколько частей можно условно разделить стихотворение Дудина «Берегите землю». В этом стихотворении, ребята, как бы пять условных частей текста. Автор акцентировал внимание на то, что именно нужно беречь. Первое – биоресурсы. Второе – людей. Третье – океаны, сушу, космос. Четвертое – духовное наследие и нравственные ценности. И теперь подберем слова из текста, подтверждающие смысловую связь с условными названиями частей стихотворения. Жаворонок, бабочка, краб, баба, баба, ястреб, поле, река и так далее. Вторая часть – старики, женщина, дети. Третья часть – звездное небо, океан, суша. Слова четвертой части. Радость, вдохновение и работа, хлеб и молоко, древнее родство – и пятая часть – нравственные ценности, доброта, жалость. Ребята, а теперь давайте вернемся к тексту. Рассмотрим первую часть, где автор призывает беречь биоресурсы, флору и фауну. Во второй части автор призывает беречь человека как часть природы. В третьей части автор призывает беречь окружающуюся среду, планету. Автор призывает ценить духовное наследие, историю, традиции, труд в четвертой части. Быть гуманными, человечными друг другу звучит в пятой части. Таким образом, в центре лирического произведения – образ лирического героя. Автор выражает свои переживания постепенно. Его взгляд охватывает все, начиная от маленькой бабочки на листьях повелики до огромного космического звездного неба и безбрежного океана. Он призывает беречь не только то, что существует и окружает нас сейчас, но и просит сохранить древнего родства живые свойства, то есть традиции, историю, культуру. В конце стихотворения автор обращается к душам людей, воспитывая нравственные ценности, доброту и жалость ко всему живому. На примере данного стихотворения, ребята, можно увидеть то, как происходит градация ответственности за экологию. Ничто не осталось без внимания автора. Он чувствует себя ответственным за каждую букашку, за каждую травинку, за радости и горести каждого человека, за океан и сушу, за безбрежный космос. Для художественной выразительности текста авторы используют литературные тропы и стилистические фигуры. Например, эпитеты, ясный месяц, железное терпение, беспомощное пение, молодые всходы, зелёный праздник. Метафоры. Времени крутые повороты, нежности беспомощное пение, всех судеб связующие нити. Автором используются следующие стилистические фигуры. Например, анафора. «Всё дарю, всё доброе приемлю». Градация. Как вы видите, ребята, композиционное построение стихотворения – повторы важных идей. Использование литературных тропов и стилистических фигур создаёт пафос жизнеутверждающего призыва для всех людей Земли. Ребята, очень часто в стихотворных строках поэтами используются неполные предложения. Давайте-ка мы с вами вспомним, какие предложения называются неполными. С точки зрения полноты структуры предложения делятся на полные и неполные. Неполными называются предложения, в которых пропущен какой-либо необходимый по смыслу и структуре член предложения. Это может быть главный или второстепенный. Возможность пропуска членов предложений объясняется тем, что они ясны из контекста, из ситуации речи или из структуры самого предложения. Таким образом, смысл неполных предложений воспринимается с опорой на контекст. За спиной – лес. Справа и слева – болото. То есть, за спиной находится, расположен, виден лес, а справа и слева находится болото. А теперь задание для самостоятельной работы. Определите полные или неполные предложения перед вами, распределите их и заполните таблицу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok